Всем привет, дорогие друзья, с вами Грув, давно обещал вам записать видео по распылению карт Ведьмин Лес, это будет очень забавное видео, потому что, если честно, мне можно сказать только о картах, которые можно крафтить, потому что, вот я сейчас быстренько пробежался, подумал, да, что вам рассказать по поводу распыления, и понял, что дополнение Ведьмин Лес абсолютно не нужно, вот честно, там есть пара интересных колод, которые, карт, которые легло в основу некоторых мета-образующих колод, в остальном дополнение получилось весьма-весьма слабое, да, по картам можно фактически все дополнение пылить, сегодня я постараюсь рассказать вам точно конкретно, что пылить, что ставить на будущее, что, возможно, заиграет в следующих дополнениях, и на основании этого построим, ну, сделаем так, чтобы вы как-то получили пыль, чтобы вас ее хватало для крафта мета-образующих колод, мета-дек, тир-1, тир-2, ну, если вы там купили предзаказ, я думаю, этот вопрос для вас очень остро стоит, потому что сейчас хорошие карты в основном из ЦЛК, хорошие карты из Унгора, и хорошие карты из собственно, кобальдов и катакомб в начале хотелось бы сказать по поводу того, что Близзард в ближайшем будущем понерфит все-таки Дрежеглота, как же он нас задрал, на самом деле он появлялся нечасто, но нерфу действительно ему нужно сделать, потому что вот эта вот бесконечная анимация очень сильно раздражает, я именно поэтому говорил в предыдущих видео по поводу Дрежеглота, что его стоит понерфить, потому что действительно нечестная анимация у данного героя, и понерфят, конечно же, ее анимация, она будет происходить быстрее, и также понерфят количество боевых кличей, которые разыгрывал Дрежеглот, до 20, не более 20 боевых кличей, так что УТК комбинации, наверное, получаться не сможет, конечно же, не больше 20 боевых колечей с одного Дрежеглота, то есть, соответственно, если вы разыграете несколько Дрежеглотов, то каждый из них может сделать до 20 боевых кличей, это особо, конечно, не нерфит его, потому что с одного Дрежеглота мы получали, по-моему, если не ошибаюсь, 5 что ли, боевых Кличей или 6 там призывали Копи, ну если брать то АТК То АТК колоду Вот, получалось там, ну не более 5-6 призывалось, ты просто бесконечно Их разыгрывал и Так и получалось, поэтому анимацию Все порежут, также порежут анимацию Кровососа, который вытягивал Жизнь, это все будет происходить быстрее Надеюсь, в полторы минуты это все будет умещаться Потому что это все действительно выглядело Нечестно, но самое приятное то, что Сейчас этих колод фактически в Мете Нету, но и будет наверное еще Меньше, скорее всего дрожиглота можно будет распылить За полную стоимость, потому что когда Нерфили Йоксарона Делали так, что если заклинание Его убирает, то он сам Прекращает делать заклинание, тогда Можно было распылить за полную стоимость Конечно же урезание заклинаний до 20 И вообще В принципе ускорение анимации это не шибко Сильный нерф, если честно, может быть Близзарда Еще какой-то нерф запилит, фиг знает Но мне кажется этого будет достаточно, чтобы Чувствовать себя комфортно, чтобы играть В Мете, где есть дрожиглоты Вдруг они в дальнейшем еще будут появляться Это будет все происходить быстрее и интереснее Погнали по распылению карт Окей, начнем по классам Быстренько пробежимся Здесь я расскажу, что распылить Ведьмины и Облака сначала пытались играть, но потом Впоследствии нет, я больше наверное на карты Буду заострять внимание на эпические, на легендарные Да и на редкие Ну можете пылить, если что, можно одно оставить Если что Вредьма Время ведьмаства оставляйте, только если вы играете Хадронекс с друидом В других друидах он не чувствует себя так хорошо Эта карта, в дальнейшем у нее есть перспектива Друг добавит еще каких-то интересных зверей По типу Хадронекса И в будущих дополнениях данная карта Может хорошо чувствовать Оставьте в количестве двух штук, не пожалеете Друид косы можно пылить А, хотя он где-то играет Он где-то поигрывает, да Ладно, оставьте, он не стоит того, что распылять Его 10 пыли всего получится Сверя Пвой также играет в Хадронексе Лесная проводница не нашла себе места В дальнейших дополнениях, может быть, заиграет Можете оставить себе одну штуку Так, на всякий случай В этом дополнении, скорее всего, мы ее не увидим Лесные огоньки вначале тоже пытались отыгрывать Какие-то были колодно за спам Но очень мало у нас сейчас сплов на забав Чтобы это все дело быстренько выставить И забавить, к сожалению, да Сейчас основная комбинация под эту карту Это пеньки, да, сделать Дать Дезратл с пеньками И потом вместо этих огоньков появятся пеньки Да, потому что массовки есть у каждого класса Сейчас на данном этапе можете оставить одну штуку на будущее Если вам критически нужна пыль, можете две пылить Потому что в метадеках этих карт нету Заколдованный Страж У нее есть будущее, но не в этом Не в этой ротации Следующий, может быть, добавит каких-то дополнительных Интересных карт для Друида на Доборе На заполнение руки Пока что она не играет Можете, конечно, распилить Но карта нормальная Но сейчас пока что ее места нет Мрачный олень тоже не нашел себе места Я думаю, можно пылить смело две штуки Чего их держать Повораченная Виана Легендарка первая у нас Она не играет И, скорее всего, у нее даже нет будущего Если честно Я не вижу будущего Именно то, что сначала пользуется Вот этой полезной обилкой Ваш противник Очень сильно ее убивает Скорее всего, до вашего хода Просто-то не дойдет То вы не сыграете Никаких ОТК-комбинаций Не получится у вас Это точно Поэтому помраченные Авианы Это претендент на пыль То же самое могу сказать О лесоповалке И сначала пытались играть Но потом быстро что-то порезали Вот эти вот Схемы с превращением Там удешевлялось Это все дело Уже этого нет Поэтому лесоповалку Можно тоже смело пылить Переходим к ханту Ловушка для крыс не заиграла И, скорее всего, не заиграет Что-то силы ее Мы так и не заметили Можно одну оставить Если у вас вдруг две штуки На следующие сеты Но в этой ротации Мы эту карту Скорее всего Уже не увидим Мастиф Оставляйте Не стоит их пылить Эту карту я не видел Чтобы она как-то Себя очень хорошо реализовывала Поэтому можно пылить Отравитель Конечно же пыль Псарь Шоу Это та легендарха Которую можно распылить Если вам очень нужна пыль Потому что У карты есть действительно Перспектива На будущее В следующих ротациях Может быть что-то С Псарь Шоу И сделают Но в ближайшем мете Я думаю С Псарь Шоу Мы ничего не увидим В мете В топовых колодах Дарк Рилю Тоже хорошая карта За делом на будущее Если хотите Можете оставить ее Для следующих сетов В этой ротации Мы тоже их не увидим Ужасное бешенство Не стоит того Что пылить Хорошая карта Может в будущем Она как-то себя проявит А вот драконица Падальщица Я скорее всего Склоняюсь к тому Что не заиграет Можете ее смело пылить Злобный ползун То же самое Но это не стоит Тоже Скорее всего У нее даже нет будущего Потому что за 10 маны Хант вряд ли будет Играть существо Ему надо обилкой играть Пока Близзарды Как-то не переделают Охотника Чтобы его обилка Может быть как-то По существам била Эмирис скорее всего Не появится Потому что это контрольная карта Она может появляться Где-то в других колодах Как-нибудь раскопай дракона Получи случайного дракона И тогда сыграешь Эмириса В других классах Может быть она хорошо сыграет Но не в охотнике Поэтому я думаю Это претендент На безвозвратную пыль И она вам особо не понадобится Верховный маг Оругал Переходим к магу Это хорошая карта С ней играли И у нее есть перспектива Если в этой ротации Она не появится Но она кое-где так Мелькает иногда На каких-то Элем Маг На доборе Они могут себе это позволить Вот с помощью вот этих карт То в следующей ротации Также может появиться Некоторая колода Карта хорошая У нее есть перспектива Книга привидений Опять же Играйте только в колодах Где есть Дублирующие карты В смысле дублирующие Где есть карты Существ только Более Она нигде не играет Она не появляется К сожалению Лучше взять Конечно же Алунет Или как-то так называется Легендарное оружие Которое добирает вам карты Выглядит это намного Приятнее И интереснее На данный момент Не больше одной штуки Держите у себя в коллекции У меня вот например Ее даже нету Поэтому я даже и не парюсь Тыскучу мороз Можете пылить Вихрь углей появилась В агрессивных магах Поэтому стоит Оставить данную карту Черная кошка Так и не нашла места Точнее не нашла Себе места Колода мага На нечетных картах Именно поэтому Черная кошка не играет Но у нее есть перспектива Карта хорошая Если добавить Хороших карт на мага А именно заклинаний Нечетных То возможно Нечетный маг Как-то выстрелит Волшебная взломщица Очень хорошая карта Держите в двух штуках Если не сейчас То потом она обязательно Заиграет Очень хорошую карту Вдруг еще Добавит какой-то Интересный секрет Магу Так вообще будет люто имба Сердитая ворона Можно пылить Но мне кажется Она недостойна того Есть некоторые колоды И с ней пытаются играть Но не прямо Чтоб так Везде и зашкварно Но иногда появляется Не стоит того Что пылить Десять пыли Того не стоит Оставьте Пускай она у вас будет На всякий случай Апломенталь Тоже оставляйте Вдруг или маги Все-таки заиграют И в этой мете Есть такая вероятность Что они появятся И в грядущих метах Так что в двух штуках Оставляйте карты Действительно очень хорошие Собиратель диковин Может заиграть В следующей мете В этой мете Скорее всего Мы его не увидим Так что больше одной карты У себя ее не держите Токи-часовщица Появляется крайне редко В мете Имеет Сомнительный эффект Но мне очень нравится По Самому исполнению Данной карты Я ее оставлю Просто для коллекции Но так Если бы мне нужна была Конечно пыль Я бы даже Золотую распылил Потому что сейчас Эффективно ее К сожалению В магах не заиграет Но у нее Задел на будущее Я все-таки надеюсь Что в будущем Она заиграет Поэтому пылите Только в том случае Если вам действительно Нужна пыль Переходим к паладину Скрытая мудрость Не заиграла Можно пылить Максимум одну штуку Оставляйте Если нужна пыль Можете все пылить Соборная каргули Только если в будущем Давает паладину драконов Сейчас драконов Конечно не хватает Можно смело пылить У Дарколоков Неплохо У Кор не стоит того Чтобы пылить Можете одну Оставить больше Одно не будет играть В любом случае Оплот света Пока что нет Пока что забафов Кроме удар колокола Больше нет Ушел Как его Злачный город Прибамбас Там были забафы руки Может быть там Она заиграет Может вольным Она заиграет Кстати ребят Я не беру в учет Вольный формат Только стандартный Так что учтите это Хрустальный рыцарь Играет очень хорошо Оставляйте У меня даже ее нету Видите Можно скрафтать Хорошая лего Играет В четных паладинах Замечательно Чувствует себя Я сразу говорил Что карта хорошая Но пока что у меня нет Просто я не играл Подобным паладином Часовой с колоколом Пока не находит места Но одну штучку Можете оставить Вдруг в грядущем Будущем добавят Нормальных секретов Паладину Так что будет нормально Принц Лиам Также не появился Но у нее есть задел На будущее Может быть в будущих Дополнениях Принц Лиам И заиграет Но в этой ротации Скорее всего Мы его не увидим Эфемерные скакуны То же самое А вот серебряные мечи Стоит оставить Потому что есть В четных паладинах Есть просто в паладинах Которые не используют Чет-ничет Серебряный меч Очень хорошо себя чувствует Оставляйте скакуны Не стоит того Что их пылить Конечно В будущем Они могут заиграть Но 10 пыли Если вам очень нужны Можете распылить Хамелиоз Конечно Он не появляется В контроль магов Но карта Имеет перспективу Я думаю Если не в этом Не в этой ротации То в следующей Она может себя проявить Карта не достойна Того что пылить Она интересная Она забавная И у нее есть Действительно будущее Надеюсь что В следующем С этим мы увидим Хамелиоза Пока что нет Пылить только на свой Страх и риск Если очень нужна пыль Но мне кажется В следующих ротациях Может быть она себя покажет Божественный гимн Не стоит того Что пылить Тыковка Тоже у нас с обычным Кристаллом Вот оживший кошмар Да есть Сейчас он не играет Но держите Не больше одной штуки В коллекции Потому что может быть Где-то она засветится И нужна какая-то Комбо дека Под эту карту Но пока что Такой нет Она просто Не выдерживает Конкуренцию С теми же агропалами Поэтому можно Даже все Наверное Распылить Кварцевый элементаль Ну опять же 10 пыли Зачем вам Вот эта карта Претендент на полное Распыление Я не думаю что Свекающий мотылек Может как-то Реализовать себя Даже в грядущих Дополнениях Пока что я бы сказал Что полностью пылите Я вообще не верю В эту карту Если честно Святая вода Также не появилась Нигде Если честно Можете даже 2 распылять Гроболома Одну штучку оставьте Пока что не играет В грядущих дополнениях Если добавит Пресмертных рипов Если заиграет Прист на Пресмертных рипов Вместе с квестом Может гроболом Туда неплохо Поместится Пока что он В тир 1 колодах Нет В тир 2 Даже тоже не появляется Поэтому не больше Одной штуки Держите Дамы в белом Тоже есть перспектива На будущее Сейчас У контроля Приста По-моему Нету дамы в белом Если я не ошибаюсь Поэтому на данном этапе Наверное Можно распылить Но можно на будущее Оставить ее Я в любом случае Ее оставлю Она интересная Матриархат Ночных драконов Не та карта Которую хочется пылить Потому что Если сейчас она не играет То в грядущих дополнениях Может добавить Большое количество драконов Может быть нейтральных Может быть присту И это все будет неплохо играть Вместе с зачисткой Вообще карта хорошая Хорошая сама по себе Переходим к разбойнику Здесь что Это может заиграть Не стоит того что пылить Это не стоит того что пылить Это действительно Оставляйте Очень хорошие карты Морской головорез Тоже не стоит 10 пыли Может где-то он заиграет Собиратель лиц Вот собиратель лиц Сейчас не играет Но возможно У нее есть перспектива Карта опять же интересная Будет ли играть Большой вопрос Я конечно же оставлю Я ее скрафтал специально Чтобы поиграть Но если честно Большой надежды На то что в будущем Она как-то заиграет Нету Потому что Кто-то как-то Не верится В ней в эту карту Поэтому если вам Очень нужна пыль То пылите Не ошибетесь В розыске Оставлять не больше Одной штуки Одна штука Может где-то заиграть Даже в текущей мете В следующей мете Как заплатка для 4 дропа Очень хорошо Оставляйте не более Одной штуки Если надо Дополнительных 100 пыли Можете даже 2 распылить Призрачную саблю Даже не крафтите Не пылите Все это Плюс 200 пыли Здорово Туманный призрак Тоже не нашел себе места Можете распылять Проклятую утопленность То же самое Тест седогриф Тоже есть у карты Задел на будущее В этом дополнении Она не играет Следующий может заиграть Поэтому оставляйте Для следующего дополнения Если вам нужна пыль Можете распылить У шамана Выходной Пуговицы в ряд Вспышка не играет Это не играет Это не играет Все не играет Угарь не играет Но в дальнейшем У нее есть перспектива Конечно же Ждем Ждем четных шаманов Сила земли Не играет Вот этих точно пылить В количестве двух штук Вот этих распыляйте Вообще не задумываясь Мне кажется Они даже не заиграют Хагату Оставляйте хорошее Даже в следующих дополнениях В этой Может где-нибудь появиться Какой-нибудь шаман с Хагатой Очень неплохо Дрожж Глота Можете распылить Когда его понерфят А пока что Лучше оставьте его Переходим к Варлоку Здесь Не играет Но может в будущем Заиграет Поэтому не больше Одной штуки Держите Вот это Не больше Одной штуки Держите Вот это Тоже не заиграет Скорее всего Все пылите Это в распыл Это не больше Одной штуки Держите все В коллекции Вот это вот Оставляйте Даже две штуки Мне кажется У этой карты Есть большое будущее Сейчас она Конечно не играет Но в грядущих сетах Скорее всего Заиграет Глинду Оставляйте У нее есть потенциал Даже в этом аддоне Готфри Оставляйте Он играет Тир-1 колодок Варлока У блок Переходим за воина Конечно Городской Глашата Не играет Сейчас Но у нее есть потенциал Я не думаю Что даже одну стоит Оставлять Надо оставлять две Потому что В грядущих дополнениях Может быть все таки Она заиграет Она в любом случае Берет карту с натиском Карты с натиском У воина очень хороши Я играл парочку таких колод Это было достаточно забавно И эффективно Поэтому городской Глашаты Очень-очень даже хорош Краснобрюха Не больше одной штуки Сея оставляйте Вообще она не играет Да Это именно сейчас Если составлять Какую-то воина с натиском Может быть это все заиграет Пока нет Тропу войны Оставляйте Не стоит того Что пылить Не стоит того Что пылить Оставьте на будущее Не стоит того Что пылить Дарик Раули Хорошая лего С потенциалом на будущее Если сейчас не может Как-то заиграть То в грядущем Я все-таки Надеюсь Что это все дело заиграет Кто-то стучит Поэтому Поэтому оставляйте Пока что Это все не заиграл Не думаю Что больше одного Опасного арсенала Надо иметь в коллекции Если у вас есть две Одну можете смело распылить Пушечная башня Если вы вольном не играете Конечно она вам Особо не нужна Остались вольные карты Быстренько пробежимся Не стоит Не стоит Банкира Не больше одного В коллекции держите Сейчас он не особо играет Не стоит Не стоит По пыли ничего не выиграете Только если золотые пылить Оставляйте Бандюгу 100% Ну оставьте Почему нет Ведьминый котел Можете полностью пылить Он даже в будущем Не заиграет Миллион процентов Можете распылить Но не стоит Опять же того Вот это вот Оставляйте 100% У нее есть задел На будущее Хорошая карта Обязательно Держите в количестве Двух штук Кошмарное слияние Это одна из тех карт Которые стоит оставить Если у вас есть Две куклы вуду Оставляйте У нее тоже есть потенциал Орех Орех ясно Орех можно пылить Это оставляем Тыквенник Ну не стоит того Что это Опять же не стоит Только если Десять где-то пыли нужно Безумный шляпник Не играет Можете даже две штуки Распылить Потому что здесь Хотя бы Сорок пыли Получите Если что Жизнесос Оставляем Это можно пылить Флетиска Не больше одной Держите В коллекции Если у вас две Можете распылить Одну смело Ночной хищник Тоже на него Большой надежды нет Можете даже две распылить Повелитель песков Если шаман На джиглоте Не будет играть Можете две распылить Потому что Он играет исключительно В шамане на джиглоте Если он не будет Популярен То вам эта карта Особо не нужна Можете даже две распылить У нее даже будущего нет Только в этой колоде Червь очень хорош Гризли из Ведьминого леса Хорош Это оставляем Все Это Пыли У нее даже будущего нет У кукловода Дориана Я не верю в это Охотница на грязни Тоже можно пылить Не больше одной штуки Можете держать Для следующих ротаций Но если у вас есть две Точно одну стоит распылить Яблоню оставляем Одного старшего инспектора Держим на всякий случай Больше двух играть не будет Ген Седогриф Обязательно к крафту Это мета образующая лего Мшистое чудище Не больше одной штуки В коллекции держать Две Это за шквар уже Азалина Воровка душ У нее есть потенциал на будущее Если она у вас есть Распыляйте Только в том случае Если Ну как бы Если вам очень нужна пыль А так Может быть Будущим она заиграет Сейчас конечно же Она не играет Совух Не заиграл Ворген Погани Еще не больше одной штуки Держите Мне даже сейчас Вообще второй Не понадобился Но В будущем Может где-то она Пригодится Графиня Эшмура Оставляйте на будущее У нее тоже есть потенциал Сейчас она Не играет Пылите Только если вам Нужна пыль Это все Пока что не играет Но это не стоит Того что пылить И это не стоит И это Буйное Гнилодрево Я думаю Можно два пылить Это карта Лютый за шквар Она не показала И скорее всего Не покажет Преста может быть И то не факт Поэтому Ну одно Можете себе оставить Можете две распылить Это не играет Это не играет И Баку Обязателен крафту Очень хорошая легендарка Оставляйте Если она у вас есть Крафтите Если у вас ее нет Что же у нас Ребят Получается То что дополнение Ведьмин лес Может раскрыться Только со следующими Дополнениями Пока что Множества не хватает Это мы видим То что мы сейчас видим Без нерфов Конечно Мета Возобновляться не будет Потому что Очень многие карты Из последнего сета Просто тупо Не играют Поэтому очень жалко Что сет так Прям провалился Можно сказать Очень Ну я просто По пальцам могу Перечесть карты Которые действительно Стоит крафтить Баку Крафтите Крафтите Эту Гена И все И все А дальше опциональные Вот эти Вот можете скрафтить Куклы Вуду Если у вас Есть лишняя пыль Ну и у Варлока Да Хорошие легендарки Да Глинда И Готфри Поэтому Что-то Какой-то Пасос Ребят Пасос Леса Может Стоит Открывать Паки Именно Унгора Может быть Короля Леча Может быть Последник Других сетов Я думаю Это будет Эффективно Потому что Здесь реально Две с половиной Карты Которые Можно Именно Скрафтить Просто Если у вас Есть пыль Четенько Скрафтите Карты Нужные Их не так Много Появляется В метовых Колонах И будет Вам счастье А так Сейчас советую Наверное Все-таки Открывать Дополнение Ледяной Трон Потому что Здесь больше всего Карт играет Если честно Тут и Принцский Лесет Тут и ДК Там есть У каждого Тут есть И Король Лич Хороший Тут и Дракончики Какие-то Наверное Все-таки Онгора И Цитадель Ледяной Короны Стоит Открывать Сейчас Комплект Потому что Именно В ведьмном Лесу Не раскрыт Ведьмин Лес Полностью К сожалению Не раскрыт Либо Карты Слабые Либо Нет Синергии Вообще На них Вот Поэтому Вот такая Информация Про Распаление Карт Надеюсь Эта информация Была Вам Полезна Если Полезна То Ставьте Обязательно Палец Вверх Подписывайтесь На канал Включайте Обязательно Колокольчик Чтобы не Пропускать Мои Новые Видео Это Прям Очень Важно Потому что Оповещения Сейчас Очень Плохо Приходят На Ютубе Вы Мне Очень Поможете Если Это Сделайте Надеюсь Я Вам Помог С Вами Был Груф Увидимся Ребят Нового Видео Стрима До Новых Встреч Пока Пока Пока